То, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, люди разных национальностей нашей большой страны, в одних окопах защищают одну единую родину, родину России. Люди разного вероисповедания, на разных языках, к разным богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. И это крайне важно, именно это гарантия того, что мы победили. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад. Ну, а то, что сегодня создана целая система подготовки, то, что ребята могут идти на фронт, пройдя хорошую подготовку, вот мы сегодня прошли, посмотрели, это Российский университет спецназа, это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну, уникальная, я такого еще не видел, это уникальный центр подготовки, и то, что ребята, в том числе добровольцы Российского союза боевых искусств в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно. Поэтому хочу всем организаторам, Рамзану Анатольевичу хочу за это спасибо сказать, организаторам Российского университета спецназа, потому что понимаю, что не только вот ребята, с которыми мы сейчас встречались, добровольцы Российского союза боевых искусств, здесь каждую неделю ребята, прошедшие подготовку, уходят сегодня на фронт и очень достойно воюют. За это низкий поклон и большое спасибо. Рамзан Анатольевич, есть ощущение, что РУС построили для обучения добровольцев, это совпадение? – Хороший вопрос, если вот так посмотреть, мы прошли в две военные компании, и мы знали, что нужно для Российской Федерации, поэтому мы начали строить центр РУС. И так это совпадение, но хорошее совпадение, поэтому мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным, МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам, добровольцы, добровольцы нашего великой страны, патриоты, настоящие мужчины. Прямо очередь у нас, очередь. И сейчас каждый день, я разговариваю, просто каждый день ежедневно приезжают, по 50-40 человек, по 15-20 человек, каждый день приезжают. И звонят, каждый день, очередь, когда нам можно приехать. Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ. И мы, как сказал Северный, что мы победим, мы большая одна семья. Вот когда приходит беда, мы объединяемся, становимся единым кулаком. И врагу, будь он НАТО, Евросоюз, США, им не победить. Никогда не побеждали. И не победят. И это однозначно. Будь у него хоть что угодно. Нас пугают какими-то оружием. Нельзя, но он напугает. Это всего лишь оружие. Одну точку он берет. Не всю Россию. Поэтому зачем пугать людей. Мы люди военные, мы видели, что он делает. И видим, поэтому мы сто процентов победим. Игорь Петрович, как Вы оцениваете Российский университет спецназа, его эффективность, своевременность? И для кого еще может быть полезным? Кто может здесь еще проходить подготовку? Рамзе Мопаточ, наверное, сказал самые важные слова. Мы должны победить как можно быстрее и заплатить при этом самую минимальную цену. Поэтому мы обратились к Сергею Владимировичу Путина с предложением создать центры подготовки, чтобы сделать нашу травму, чтобы подготовить ребят. Вот здесь, в Гудромесе, такая работа уже проведена. Она проведена профессионально. И сегодня, в Гудромесе, стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем их работать продолжить. Будем следовать центром других территорий. И задача этого центра очень простая. Чтобы наша сторона становилась сильнее и мы как можно быстрее. А именно опыт Чеченской Республики, тех центров, которые создаются, будут приниматься инструкторов и самолонных? Обязательно. У нас в состав Президиума Российской Союза Боевых и Скорбов вошел Гудрой Васильевич Мартынов, который, собственно, является одним из основателей центра подготовки. Мы вместе будем делать так, чтобы наши центры будут начать. Особое главное, чтобы лучше были наши армии. Спасибо. Спасибо.